В недавно вышедший Tower Defense X имеется 5 геймодов. Easy, Intermediate, Elite, Expert. Найтвера, кстати, пока что нету. Например, Изи мод самый легкий, а Elite мод нужно постараться, а вот Expert... Ну ладно, начнем пока что с Изи мода. Он имеет всего 25 волн, и он достаточно легкий, вы можете его пройти только используя рейнджеров. Но чтобы не терять времени, я позвал своего друга, у которого левел как у меня. Мы же, кстати, начали играть на карте Blocks Out, и сразу же поставили Лейзер Гайнера. Лейзер Гайнер достаточно хороший юнит, и в принципе, для начального дефа он имба. А в конце, если его прокачать по нижней ветке, то он начнет вскрывать невидимых монстров. Потом я на пятой волне поставил Тропера, он в принципе мета всего Tower Defense X, так как он имеет большой урон и урон от сплэша. После этого я со своим корешем уже поставили Джиггернаутов. Это, кстати, самый дорогой юнит в Tower Defense X. Чтобы его получить, вам нужно потратить 13250 голды, а это довольно-таки немало гринда. Мы его качали по нижней ветке, так как у него там больше ДПСа. Позже вы узнаете его самое максимальное количество. А потом мы поставили Диджея. У него есть всего две вариации. Первым прибавляет скорострельность, а второй снижает цену. А также уменьшает время оглушения, что очень полезно. Ну что ж, вот и мы на 25-й волне, и у нас пошел плагу и монстр. Он имеет 40000 хп. Он имеет станиц и хилиц, а также имеет броню. После я прокачал Джиггернаута и Диджея на файеррейт на максимум и завязал способность. Тем самым мы дали Джиггернауту 1200 ДПС. А это очень много. Ну и вот мы убиваем чумного доктора, и мы проходим весь изи мод за 11 минут 59 секунд. И мы вместе с юнитами отпраздновали это. Давно мечтал купить робуксы по самой дешевой цене? Тогда тебе точно RBXL. На сайте робуксы всегда есть в наличии, их покупка идет по самому выгодному курсу. Покупка робуксов отныне доступна не только проверенным методом трансфер, ведь благодаря недавнему обновлению на сайте появился моментальный трансфер, с помощью которого робуксы мгновенно приходят на ваш аккаунт. Покупайте на дискорд сервер с регулярными розыгрышами в группу ВК с масштабным розыгрышем на стене и тысячами отзывов от реальных покупателей. А для желающих получить бесплатные робуксы на сайте действует акция, позволяющая получать робуксы за приглашение друзей. Все это только где? На RBXL. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Второй мод, который мы будем проходить, это интермедиа. Тут уже начинается игра посложнее. Для начала мы поставили два лазерганера, а после я пошел фармить. Тут, кстати, для минимального прохождения вам понадобится мисл троппер, потому что тут идет акцент на снятие брони у монстров. А мисл троппер прекрасно с этим справляется. После того, как я поформил, у нас начались проблемы, так как пошли ревайвит босс. И я прокачал лазерганера по нижней ветке 3 на 2. Тем временем мой друг ставил ракетиров, но это не помогло, и у нас прошел монстр, который имеет 4200 хп. Но я его добил прошлый лазерганер. Также по приколу я скипал все волны, тем самым у нас проходило больше 100 монстров. Но, конечно, лазерганер также с этим прекрасно справлялся. После я поставил джиггернаута и начал ставить тропперов. И вот у нас пошел первый мини-босс на 30-й волне, это предатор. Он имеет 35 тысяч хп. Из руки он выстреливает пули, тем самым убивает наших юнитов. Так, кстати, из этого гейммода уже у юнитов появляется хп. Но у нас уже пошел эрадикатор на 35-й волне. Он имеет 140 тысяч хп. В принципе, он не особо трудный, его убить очень легко. Я просто поставил два диджея, которые суммируют друг друга. Ну и все, мы проходим эрадикатора. Он, кстати, в конце улетает, и скоро он к нам вернется. Ну и, в принципе, мы с лазерганером ликуем. После этого мы переходим к предпоследнему моду, это элит. Тут уже, чтобы нам пройти, понадобится больше юнитов, которые наносят сплэш-урон. А именно акцент мы делаем на троппере и снайпере. Снайпер, кстати, отличная башня, которая имеет очень большой радиус. А также в конце верхней ветки может пробивать монстров. В принципе, я вначале фармил, а после этого поставил майсел троппера. А потом поставил диджея на фаер-рейдж, чтобы они быстрее стреляли. Трудности начались на 21-й волне, потому что у нас шли амагломейшены. Они-то, в принципе, нетрудные, но их очень много, поэтому они у нас в чуть не прошли. Также я поставил лазерганера на конечный уровень, чтобы палить невидимых монстров. Ну вот и у нас пошел ревайват плагу и доктор. У него 170 тысяч хп. Тут у него намного больше способностей, которые могут убивать юнитов практически моментально. Также он самолет монстров с иммунитетом на взрыв. Поэтому я поставил мини-ганера, но это было поздно. Урона мы толком не наносили, поэтому у нас прошли бронированные монстры и мы слили. В следующий раз мы поставили снайперов на максимальный уровень снизу и сверху. А также я поставил больше джиггернаутов на максимальный уровень. Ну и тем самым он толком не доходит, поэтому мы его убиваем и проходим. Следующий мод это Экспер. Самый трудный мод. Если вы не знаете всю механику Тауэр Дефенс Икс, то тогда вы проиграете. Легче проходить в Соло-Дуо. Тут, кстати, вам понадобится большинство самых дорогих башен. Джон, лазерганер, джиггернаут. Тут я уже пошел без моего друга. В самом начале я поставил лазерганера и после начал фармить фермы. Также я поставил второго лазерганера. А в конце я поставил еще лазерганер, чтобы он убил этих инвизок. После этого я прокачал лазерганеров и уже поставил майселтропера. У меня прошел кнайт и мне срочно нужно было конечного лазерганера прокачать на третий уровень. К этому моменту я параллельно фармился, чтобы ушло больше денег. На 19 волне прошло очень много быстрых монстров, которые имеют 350 хп. В итоге они прибежали и я начал ставить туда юнитов, но это все равно не помогло. Поэтому я начал использовать другую стратегию, где нет джиггернаута, но есть криобластер. Если что, криобластер это как фризер, только он намного сильнее. Для начала мы ставим одного лазерганера и прокачиваем его на второй уровень по верхней ветке. После этого я поставил две фермы. Потом мы ставим второго лазерганера, так как уже проходят более сильные монстры. Ну и конечно же майселтропера. И у нас кстати проходит найт, поэтому я ставлю лазерганера в конце. Ну и потом одновременно фармлюсь и ставлю еще одного лазерганера. Тут кстати в этой стратегии таргеты толком менять не надо, просто поставил лазерганера на ласт. Далее я прокачиваю всех лазерганеров на третий уровень, но у нас сзади проходят монстры, поэтому я ставлю еще одного лазерганера в конце. После того, как я поформил фермы, я начал ставить ещё больше лазерганеров. И потом поставил диджея. Ну и потом ещё диджея. А потом я ставил лазерганеров, прокачивая их на верхнюю ветку. И двух мислтроперов на нижнюю ветку, чтобы они спамили бесконечно. После этого у нас 30-я волна, и нам надо поставить очень много криобластеров. Они действуют как стандарт. Тут у нас выходят три предатора, и они сносят практически всех. Поэтому мы оперативно ставим много криобластеров и параллельно вкачиваем наших лазерганеров. В итоге это одна из двух самых трудных волн, и я её побеждаю. Дальше нам нужно поставить ещё два диджея на максимальный уровень по нижней ветке. И спамить лазерганеров максимального уровня по нижней и верхней ветке. В принципе, ничего трудного, но... Вы просто посмотрите, как эти мелкие монстры начинают быстро бегать. Тут я, конечно же, даже не понял, почему они так быстро побежали. Поэтому и слил. А так как я слился, хочу дальше продолжить от лица другого человека, который прошёл. После этого мы берём и прокачиваем криобластеров на максимальный уровень в самом начале. Перед 40-ой волной вам нужно поставить везде криобластеров. Это очень важно. Так как монстр будет байтиться на них, а не на ваших основных юнитов. Ну и после того, как он выходит, он немного побесится, и после этого криобластеры застанут его на очень долгое время. И он не сможет никуда двинуться. Пока он не двигается, вы должны удалить всех синих криобластеров и поставить всех на красных. Обязательно на максимальном уровне. Ну и после того, как он начнёт движение, когда он уничтожает ваших юнитов, вы сразу же ставите ещё. Главное делать всё быстро, чтобы вы успели его убить. Да, я не прошёл, но как вы перейдёте в Телеграм, там уже будет пост, как я прошёл эксперт-мод. Напишите в комментарии, какой мод больше всего вам нравится. И насколько будет труден Найтмар. Всем пока!